Бывший лидер пророссийских сил Донецка Павел Губарев, который в 2014 году провозгласил себя народным губернатором, теперь призывает к революции в России и фактически заявляет, что планирует вместе со своим соратником Стрелковым Гиркиным свержение российской власти в том случае, если эта власть заключит перемирие с Украиной или вообще будет делать что-либо такое, что не понравится Гиркину и Губареву. Как вы уже наверняка знаете, недавно Губарев вместе со Стрелковым и рядом других людей создали организацию под названием Клуб рассерженных патриотов, чтобы не допустить поражения России, к которому все идет. Мы создаем Клуб рассерженных патриотов. Мы рассержены тем, что мы идем от поражения к поражению. И вот теперь Губарев перешел уже к открытым угрозам в адрес Кремля. Мол, в российской власти засела пятая колонна и без революции ее не победить. Мы разделяем понятия родина и власть. Во власти много рвачей, подонков и саботажников, настроенных по отношению к национальным интересам враждебно. Мы же, в свою очередь, настроены к ним враждебно и даже революционно. И самое главное сегодня, что многие это поняли. И действовать мы будем по ситуации. И если власть перестанет молить о переговорах, чтобы устроить очередной после Минсков и Стамбулов договорнячок, мы ее всецело поддержим. И если нет, всеми силами, средствами и всей нашей решительностью воспрепятствуем предательству. Поймите, русские люди, если конфликт заморозится еще на 5-10 лет, то победить мы уже не сможем. Пятая колонна врага в российской власти, агентура, олигархи, национальные сепаратисты, этнические мафии не даст реформировать политические и социально-экономические институты под военные нужды. Без революции, сверху она произойдет или снизу, мы не победим. И в этом смысле КРП, то есть Клуб Росерженных Патриотов, потенциально революционная сила. Заявление Губарева, понятное дело, вызвало скандал. Путинисты восприняли его буквально как посягательство на самое святое, то есть на Путина и на его окружение. От таких призывов к революции перепугался даже обычно радикальный Гиркин, который тут же поспешил отказаться от Губарева и от его слов. Гиркин написал пост, в котором подчеркивал, что позиция Губарева – это исключительно его личная позиция и заверял, что остальные рассерженные патриоты никакой революции не призывают. Касательно текста, написанного Павлом Губаревым, напомню, он председатель КРП, то есть первый среди равных, публикация является выражением его, подчеркиваю, личного мнения. Она никак не согласовывалась на общем собрании или в нашем чате. Официальной позицией КРП она не является. Как по мне, то утверждение о возможной революции снизу – это иллюзия. Практически любая революция начинается с верхушечного переворота. Никто из членов КРП в верхушку не входит, связями с ней не обладает, и потому никакого даже теоретически участия в старте предстоящей уже почти точно смуты не примет. В планах КРП подготовка революции не стоит от слова вообще, написал Гиркин. Смешно, что обычно радикальный Гиркин тут буквально чуть ли не на коленях заверяет, что никакую революцию он на самом деле не готовит. Видимо, очень не хочет на нары. Но Паша Губарев, который еще в Донецке славился своей непроходимой тупостью, видимо, просто по простоте душевной, выболтал в своем посте все то, о чем вот эти рассерженные патриоты общаются между собой на своих каких-то личных встречах и собраниях. Вообще, надо сказать, что сам факт того, что вот эти рассерженные патриоты, да, Гиркин и его люди выбрали своим лидером именно Пашу Губарева, он вообще говорит о многом, потому что я хорошо помню, как еще в 2014 году, когда Паша только-только прославился, многие в Донецке считали его наркоманом, по той причине, что он просто с трудом мог подбирать слова, он очень медленно говорил, производил такое впечатление заторможенного человека, потому что просто его словарного запаса не хватало, чтобы как-то связно выстраивать речевые конструкции. И вот российские патриоты реально вот этого человека взяли и выбрали своим лидером. Ну, как говорится, результат будет немного предсказуем. В принципе, как мы уже видим, Паша Губарев уже показал, на что он способен, уже понятно, что он абсолютно не соображает, что можно писать в сети, что нельзя писать. И можно не сомневаться, что он еще не раз порадует своих соратников своими искрометными откровениями. Свой мировой порядок выжиг банк сатаны, многих еще придушит долларовый вампир. Но в целом этот эпизод наглядно демонстрирует настроение так называемых турбопатриотов, которые уже не особо и скрывают, что планируют в России турбопатриотический майдан, которого так боятся российские власти. Точнее, они-то, может быть, были бы и рады это скрыть. Да только Паша Губарев уже все разболтал. В общем, как мы видим, в России реально формируется прослойка людей, которые готовы поднимать какое-то восстание против Путина, участвовать в каких-то стычках, в каких-то конфликтах, в том случае, если Путин заключит с Украиной некое перемирие, которое их не устроит. Таким образом, мы уже видим, как проявляется сценарий возможной будущей гражданской войны в России, какого-то внутреннего конфликта. Уже понятно, какие лагеря формируются, как они будут между собой воевать. И что самое интересное и самое характерное, что фактически вот эти силы формируют люди, которые уже в 2014 году точно так же разжигали войну на востоке Украины. И учитывая, что это люди с опытом, у которых тогда это уже получилось, ну как бы что-то мне подсказывает, что они смогут это повторить. Ну какие они братья? Они не братья. Они враги. Действия Путина в Украине настолько шизофреничные, что над ним уже насмехаются его же собственные пропагандисты. Много лет они вслед за официальным Кремлем твердили, что русские и украинцы это братские народы. Или даже вообще один народ. Но после целого года ожесточенных ударов по Украине, такое утверждение выглядит не просто абсурдным, а откровенно безумным. Ну а у человека, который называет людей братьями и призывает при этом их бомбить, явные проблемы с головой. Тем не менее, Путин продолжает это делать. Он продолжает истреблять людей, которых сам же в своих выступлениях называет братским народом. Я ведь много раз говорил о том, что украинцы и русские братские народы, и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ. Русские и украинцы это действительно один народ. От такой шизы перегорели микросхемы даже у самых опытных и искушенных российских пропагандистов, которые настолько вошли в раж, что стали откровенно издеваться над словами Путина. Его самого объявили вредителем. К примеру, муж главпропагандистки России, Маргарита Симоньян, Тигран Киасаян, заявил, что украинцы для россиян больше не братья, а враги. И тот, кто продолжает называть украинцев братским народом, тот вредит России, потому что сбивает с толку российских солдат. Рассказывать сейчас и оперировать такими фразами, как братский народ, по отношению к украинцам, вредно. Знаете, почему вредно? Потому что это путает людей, которые на передовой. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...